В преддверии зимней олимпиады в Сочи праздник в этом году решили посвятить спорту. А что может быть лучше физкультурного парада, посчитали организаторы. Поэтому церемония открытия начнется с шествия спортсменов. На экранах, установленных возле главной сцены, будут транслировать кадры их участия в мировых турнирах. У нас много славных спортсменов. И сегодня большое количество жителей нашего города занимаются спортом, физической культурой. Это видно по всем нашим мероприятиям, по всем праздникам. О том, что наша молодежь занимается спортом. Курганцы пробегут символическую эстафету длиной в 167 метров. Именно столько дней до Олимпийских игр останется 24 августа. Известно, что замыкать ее будет Михаил Сиднин. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, 42-кратный чемпион России, многократный рекордсмен, член Паралимпийской сборной России. После эстафеты зажгут чашу спортивного фестиваля. Мы захотели, чтобы это пламя было высоким, поэтому используем, ну так это уже природный газ, который дает пламя больше, чем сжиженный газ. Мы зажжем наш факел огня праздника у мемориала славы, у вечного огня. Первый эстафетчик побежит до Дворца творчества юных. Второй этап этой эстафеты от Дворца творчества юных до Драматического театра. И последний этап от Драматического театра до постамента. В канун праздника уже традиционно появится несколько новых интересных мест. В прошлом году были открыты нулевой километр и сквер декабристов. В этом историческое место основания кургана, царевогородище в энергетиках и самое романтическое место. Мы провели конкурс предварительно на лучший эскиз проекта романтического места города Кургана. И победитель смог реализовать свой проект. И вот 22 августа мы открываем романтическое место, которое называется «Встреча под часами». Немаловажно и то, что активные горожане сами организуют в этот день праздники во дворах собственных домов. Именно к этому дню многие украсили и благоустроили свои территории. С интересным предложением к руководству Кургана обратился и 11-классник Дмитрий Хапов. Он предложил в режиме реального времени провести фотоконкурс «Как я встречаю день города» через Инстаграм. Смогут тут же сфотографировать какую-то понравившуюся площадку, что-то интересное. Тут же выложить это в интернет. Поставить два хэштега. Мы придумали это «Курган334» и «Курган». Два хэштега, по которым мы потом сможем найти эти фотографии и уже разместить для голосования. Лучшие снимки выберут курганские фотографы и с помощью народного голосования. Победителей ждут призы. Фотографии весь день будут демонстрировать на большом светодиодном экране на центральной площади. Оксана Савакова, Евгений Ремеев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».